Евгения Баженко В своем послании президент говорил в том числе о ранней профиориентации «Билет в будущее». Вы, конечно, как никто другой знаете настроение нашей молодежи. Насколько выпускники сейчас школ, абитуриенты ориентированы на будущую профессию? Ну, надо сказать, что вот этот проект «Билет в будущее», он является частью большой программы по профиориентации школьников, где-то, по-моему, начиная с 6 по 11 класс. И это вообще-то впервые в истории отечественного образования, что такой проект, который будет финансироваться тем более из федерального бюджета. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом участвовали не только 100 учащихся, как было сказано Владимир Владимирович, но было сказано о том, что со временем будет и 500, например, полмиллиона, миллион и так далее. Я очень на это надеюсь, потому что все-таки школьники, в основном подростки, и те молодые люди, которые заканчивают школу, они, конечно, не всегда ориентированы на ту или иную профессию. Даже, допустим, выдерживая большой конкурс, поступают, скажем, на медицинское направление. И в силу разных причин, там, не нравится, как ставить укол, боится и так далее, например, переходит на другие направления, скажем, биология, биофизика или химические технологии. Ну, есть это факты жизни, например. Но это не означает, что профориентационная работа, например, в школах плохо проводится. Вот в этом плане и университет тоже помогает. Мы еще в 2010 году открыли, например, ассоциацию, создали Северо-Восточную ассоциацию для наших школ. Туда входят около 100, ну, более 100 учебных заведений, 5 регионов Российской Федерации. И, кроме того, мы проводим ежегодно СВОЖ, это Северо-Восточная Олимпиада школьников. Там до 40 тысяч школьников участвует. И, конечно же, здесь твои привязанности, твои наклонности, склонности и потом умение уже где-то прикладывать все компетенции, знания и так далее, они тут же сказываются. И благодаря этим Олимпиадам очень многие выпускники школ поступают в высшее учебное заведение всей нашей великой страны. Поэтому профориентация – это как раз то, что нужно сегодня подросткам. Я думаю, что родители оценят этот такой хороший проект. А как Вы думаете, кто или, может быть, что влияет на выбор выпускников школ при выборе профессии? Ну, я думаю, что, прежде всего, конечно, родители. И думаю, что учебное заведение. Ну, и, естественно, сегодня ведь очень много таких фактов и материалов. И часто вот показывает по телевидению, и Вы показываете, как, например, те или иные работодатели нуждаются в тех или иных специальностях и так далее. Конечно, это все влияет. И не надо думать о том, что сегодня молодые люди, даже в возрасте 10 лет, они не ориентируются на то, что сегодня очень востребованы на рынке труда, например. Ну, я могу тут очень много долго рассказывать. Как дела с трудоустройством? Вы же наверняка отслеживаете, отучился человек, как дальше? Всегда по специальности устраивается? Для университета выпускники – это святое дело. И, конечно же, вот ежегодно, когда у нас заканчивают около 4-4,5 тысячи выпускников, мы, конечно же, стараемся всех трудоустроить. Ну, если так цифры вспомнить, то где-то процентов 70-75 трудоустраивается. Из них более 90-95% по специальности. Это, конечно, нас очень радует. И как раз результат профориентационной работы, которую школа проводила и родители, они, конечно же, помогают молодому человеку трудоустроиться. А процентов 20-25 идут в магистратуру. И, конечно же, мы, реализуя различные сетевые программы с другими вузами, в том числе и с вузами разных стран, того же Китая, например, Франции и Кореи, мы стараемся, чтобы наши выпускники поступали в престижные вузы этих стран и получали два диплома. У меня даже есть факт того, что однажды первый заместитель председателя управления «Газпрома» Сергей Федорович Хомяков сказал о том, что как здорово, что у вас выпускники, имея два диплома Северо-Восточного федерального университета имени Амосова и диплом университета французского НИЦИ, говорят, во-первых, знают свой предмет экономику, например, на отлично, а еще и говорят на трех языках. Это русский федеральный и, конечно же, английский и французский. Ну и плюс, конечно, наши дети еще и говорят на своем родном языке, потому что здесь и в факультете, и в игрушке работают. Ну то есть трудоустройство – это уже не проблема, тем более очень такой жесткий контроль идет и со стороны правительства региона, в данном случае и Якутии, и правительства Чукотского автономного округа. Еще, наверное, вам известно, вот я вижу, брошюра лежит здесь, а там написано, что к нам поступают молодые люди из 52 российских регионов и 38 стран. Мне бы очень хотелось, чтобы наши выпускники из зарубежных стран по своему желанию, ну некоторые, конечно, уезжают, вот, допустим, студенты, которые были из Вьетнама, они уехали к себе на родину и пишут нам письма, устроились и так далее, очень благодарны нашему университету. Но еще есть, конечно же, и такие, которые хотели бы остаться здесь работой. А так как задача перед федеральным университетом была поставлена при лечении молодых людей на Дальнем Востоке, в данном случае к нам в Якутию, мы же, конечно же, хотели бы, чтобы на федеральном уровне решались некоторые такие, ну, правила для того, чтобы молодые люди, имея, скажем, гражданство другой страны, имели право остаться здесь и найти работу. Вот как раз об этом, кстати, и в послании тоже говорилось. Понятно. Ну, возвращаясь к нашим соотечественникам, а с какими предприятиями вы сотрудничаете в плане трудоустройства выпускников? Ну, практически со всеми. У университета более 600 различных договоров. Это, во-первых, конечно же, производственная практика. Я очень поддерживаю ту концепцию, которую реализует топ-менеджмент «Газпрома». Я, например, считаю, что у них самое отличие – «Сургутнефтегазы». Вот сейчас мы в 2016 году заключили соглашение с «Роснефтью» с Игорем Ивановичем Сечиным. Ну, наши выпускники, если они выбрали направление природопользования, то практически 100% трудоустраиваются. Если бывает такое, что человек не хочет ехать, скажем, в Сургут или Красноярск, или Краснодар, или, скажем, в Южную Якутию, то, понятное дело, мы даем ему право поступать в магистратуру, в аспирантуру, для того, чтобы он мог выбрать другую специальность или другое направление. Ну, вот более 600 разных направлений. И что тоже очень хорошо, в последнее время у нас активно работает практически все лечебные учреждения медицинские, все образовательные учреждения, да, научные организации тоже на конкурсной основе набирают выпускников. И в этом плане очень бы хотелось, вот то, что касается новых рабочих мест, мы-то ведь тоже ориентированы на то, чтобы наши дети трудоустраивались. Конечно, есть сложности в трудоустройстве строителей, например, да, и малые инновационные предприятия, которые есть в университете, а их восемь, это по линии инженера технического института, открылись. И они тоже, в первую очередь, предоставляют рабочие места для своих выпускников. То есть это то направление, которое реализует университет, и прежде всего для того, чтобы молодой человек, уже реализуя свои знания, получив один, скажем, некую направленность по профессии, мог пойти потом и создать свое собственное дело. А какие профессии у работодателя сейчас наиболее востребованы? И вот насколько, скажем так, быстро может подстроиться университет под потребности, если они будут меняться? Ну, сейчас вот у нас самый, так бы скажем, неважный показатель, потому что мы не выполняем заказ республики по медицинским направлениям. Практически только 35-36% мы закрываем вакансии. Естественно, нас рассматривали и на коллегии Минздрава Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Но мы поставили вопрос, чтобы был построен новый учебно-лаборатурный корпус медицинского института. Тогда ситуация изменится. Да, я думаю, что да. И, конечно, Магаданская область, и Камсяцкий край, и Чикотский автономный округ все просят медицинских кадров. Но самое главное, конечно, это Республика Саха-Якутия. Тем более, есть же очень такие большие грандиозные планы по программе развития республики. У Егора Федерации Борисова, кстати говоря, ежегодно тоже вопрос этот рассматривается, закрыть дефицит в медицинских кадрах. Ну, с одной стороны, наверное, врачи и медицинские сестры, они сегодня, имея, в общем-то, хорошую заработную плату, да, согласно майских указов, они и, с одной стороны, может быть, и работают с перегрузкой, потому что практически не может быть место быть открытым, например. Ну, вот это вот у нас сегодня та ниша, которую мы еще до сих пор, к сожалению, не нашли. Далее, значит, у нас есть, конечно же, проблемы, которые касаются учителей иностранных языков. Ну, как-то, я не знаю, вот у вас какая специальность, но те молодые люди, которые становятся учителями, например, да, английского языка, французского языков или других, ну, к сожалению, до сих пор вот предпочитали не ходить в школу. Для них было, например, поехать, скажем, в Китай и там трудовстроиться, например. Ну, для нас, например, это трудовстроиться все равно, но для школы, которая ожидает учителей иностранных языков, это, конечно, проблема. И сейчас, если английский язык станет, скажем, и особенно единый госэкзамен станет обязательным, так же, как математика или русский язык, конечно, будут сложности у школ. Вот такая-то следующая проблема. Понятно. Вот как раз частично об этой проблеме. Президент в своем послании говорил, что нужно создавать такие условия для выпускников, чтобы они не уезжали за рубеж. В университете, которым вы руководите, создаются такие условия? Вообще, как много уезжает выпускников, ну, даже пусть не за рубеж, за пределы республики? Ну, мы данные по 2016 году, я могу сказать, это где-то процентов 5 уезжают. Ну, вот идут на стажировку, я вот буквально... Это за рубеж, да? Дальний за рубеж? Да, да. Ну, и дальний, и ближний. Я имею в виду за пределы республики, я говорился. Вот летом я была в Харбине и ездила в Чанчунь. Там у нас как раз было заседание, большой форум ректоров китайских и российских университетов. Ну, и после выступления я поехала встречаться с нашими студентами, которые там проходят стажировку. И, знаете, мне было немножко обидно, что наши выпускники, которые очень хорошо здесь учились, и, конечно, очень приятно, что они и там продолжают хорошо учиться. Ну, практически они все трудоустроены в Китае. Все, 100% трудоустроены. А это около 20 человек. Спасибо. На этом все. Я напомню, это было актуальное интервью. У нас в гостях была ректор Северо-Восточно-Федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Михайлова.